У Фиата уже в 1955 году была собственная полноценная малолитражка. Достаточно компактная и экономичная, чтобы соответствовать требованиям небогатой послевоенной жизни, и вполне вместительная и динамичная, чтобы итальянская семья не чувствовала себя обделённой. Это был Фиат-600, близкий родственник нашего первого запорожца. Но даже на фоне начинающегося послевоенного экономического бума, когда росло и производство, и доходы, Фиат-600 был дороговат. Итальянцы по-прежнему в большинстве своём передвигались на велосипедах и мотороллерах. И в Турине решили строить ещё более компактный автомобиль. Витторио Валетто, тот самый, что позже подпишет контракт на строительство завода в Тольятти, поставил задачу Данте Джакоза, который чуть позже разработает Фиат-124, сделать ещё более дешёвую машину, чем Фиат-600. Она должна была стать дешевле в производстве и в эксплуатации, чтобы привлечь неохваченные слои потенциальных автолюбителей. Такой машиной и стал новый Фиат-500. Машина увидела свет в 1957 году, на пару лет позже более крупной модели 600. Чтобы избежать внутренней конкуренции, крышу новинки сделали покатой, а сзади установили ущербную скамеечку. По первоначальной задумке, 500-ка предполагалась двухместной машиной со слабеньким двухцилиндровым двигателем. Так хотели переманить покупателей мотоциклов и мотороллеров и защитить более крупный Фиат-600 от снижения спроса. Но публика и пресса раскритиковали новинку. Колёса без колпаков, слабосильный и шумный двигатель, недоделанное заднее сидение — машинка, конечно, была посовременнее, нежели старый довоенный Фиат-500 Тополина, но и недостатков было полно. Здравый смысл подсказывал, что лучше поднакопить сотню тысяч лир и купить за 590 тысяч полноценный Фиат-600. И Фиат незамедлительно принялся за исправление недостатков. Уже в сентябре того же 1957 года в продаже появилась модернизированная версия — мощность двигателя повысили с 13 до 15 лошадиных сил, максимальная скорость достигла 90 км в час, появились хромированные молдинги, окантовка окон и колёсные колпаки. Той же осенью Фиат-500 обрёл две версии — экономика и нормаля. Первая соответствовала по внешнему виду и оснащению первоначальной дешёвой машине, а вторая включала все нововведения. За Фиат-500 просили 465 тысяч лир, а нормаля продавали за исходные 490. Тогда же случилось небывалое — владельцы пятисоток первой серии, купленных до всех этих изменений, получили от Фиата чек на 25 тысяч лир и приглашение прибыть на фирменный сервис для доработки двигателя. И такой подход покупатели одобрили — продажи нового Фиата 500 взметнулись ввысь. Вскоре автомобильчик станет не просто первой недорогой машиной для небогатых итальянцев, а превратится в модную и современную игрушку для многих состоятельных граждан. Немалую роль в сотворении легенды сыграла отменная управляемость машинки и увеличение мощности двухцилиндрового двигателя до 16,5 лошадиных сил в 1959 году. Ведь снаряжённая масса автомобиля была меньше 500 кг, а ходовая часть и рулевое позволяли дерзкому водителю на Фиат 500 обходить на извилистых итальянских серпантинах гораздо более мощные, но неповоротливые машины-современники. Нынче на дорогах Италии Фиат 500 встречается гораздо чаще своего практичного старшего брата 600-го. И сделали этих маленьких машин гораздо больше — 4 250 000 против 2 690 000 экземпляров, и производили гораздо дольше, аж до 1975 года. И народ эту машинку полюбил. Масштабную модель Фиат нового 557-го изготовил итальянский Брум. На фоне нашествия кривого и бездуховного китайского хай-тека итальянцы проявляют удивительную стойкость — многие их модели, разработанные в 70-х и 80-х годах 20-го века производятся до сих пор. И делают эти модели в Италии. И зачастую образ прототипа схвачен лучше, а общий уровень изготовления и проработки разумно достаточный. Таков и этот Фиат, который выпускается с 2002 года. Он в меру аккуратен, вполне точен, не без изъянов, конечно, но при этом это безусловно настоящая масштабная модель, в которой достаточное внимание уделили и мелочам, вроде светотехники или ручек отдельными деталями, и очень хорошо передали образ реального автомобиля. Хотя конечно кривоватые колёсики, облой, который есть и на металлической отливке кузова и на пластиковых деталях — всё это хорошо заметно. Особенно если разглядывать миниатюрные изделия, вооружившись современными техническими средствами. Ведь без них вообще эту машинку разглядеть сложно. И сам Фиат 500 и уж тем более его уменьшенная в 43 раза масштабная копия — это очень маленькие машинки. Вообще надо отметить, что несмотря на маленькие размеры масштабной модели, вся деталировка вполне корректно воспроизведена. Оконные молдинги и уплотнители прокрашены, стёкла фара имеют рифление, не забыли про эмблему, шильдик сзади и конечно же про номерные знаки. И это всё продавали за 20 евро. Нынче Брум продают на 20% дороже за 24, но и времени прошло уже 10 лет почти с тех пор, как этот Фиат прописался на полке. Даже сейчас это чуть больше полутора тысяч рублей. А было время, когда курс евро был меньше 40 рублей и цена этой машинки была ещё в два раза ниже, если считать в наших деревянных. И на фоне этих цен, как по мне, многие из недостатков этой итальянской масштабной копии вполне можно простить. И есть в этой модели один необъяснимый нюанс, уж не знаю насколько это можно передать через экран. Смотришь на эту машинку и видишь в ней реальный автомобиль, несмотря на мелкие недостатки самой модели. Этот важный момент часто теряется в современных масштабных копиях и уж совершенно точно его измерить штангенциркулем не получится. Сам же Брум, несмотря на китайское нашествие, продолжает каким-то удивительным образом лавировать на рынке между всеми этими журнальными машинками и смоляными китайскими изделиями. Они выпускают каталоги, итальянцы вносят изменения в свои старые модели, красят их в новые цвета или выпускают какие-то специальные версии. Этот Fiat 500, увидев свет в 2002 году с каталожным номером R34205, выпущен тиражом 600 экземпляров. Занятно правда, что на официальном сайте машинка числится с чёрным тентом и светло-бежевым салоном, а мне досталась модель с бежевым тентом и светло-голубым салоном, но всё с тем же каталожным номером. Так что для любителей поискать отличия и мелкие нюансы в старых моделях Брум и такую возможность тоже предоставит. И надо конечно же отметить, что Брум отливает донышки своих моделей из металла, что сразу добавляет веса машинке. Этот приём использует и британский Вангардс. Берёшь такое изделие в руки и сразу чувствуешь, что это не дешёвка никакая, а что-то стоящее. Но донышко кстати у итальянской машинки проработано лучше, здесь есть даже имитация двигателя и выхлопной системы, которые окрашены серебрянкой. В общем как ни удивительно, но в 21 веке можно и производство в Европе сохранить, и модели свои продавать дешевле, чем китайские изделия конкурентов, и делать при этом вполне приличные масштабные копии. Да, это не высочайший технологический уровень для массовых промышленных моделей, которого достиг например AutoArt со своей серии Signature, но при этом и модель стоит в восемь раз дешевле, и Signature той больше нет, а Брум свои машинки производит и продаёт до сих пор. Этим машинкам разве что штампа с даты производства на клапане коробочки не хватает для полного счастья коллекционера, но этот недостаток в какой-то мере восполняют фирменные каталоги и вполне живой сайт производителя. Так что купленная по случаю в магазине сувениров для туристов машинка может вполне стать началом целого направления в коллекции. Ну и если вам конечно интересны итальянские автомобили, мелкие отличия машин разных лет выпуска, и не претит такой традиционный итальянский стиль масштабных копий. Пишите в комментариях, что думаете о Fiat 500 вообще и о его масштабной копии производства Брум в частности. Как вам такие машинки сделанные в Италии и режут ли глаз недостатки модели или с ними можно смириться? Ну а раз уж досмотрели ролик до конца, то по старой итальянской традиции смело жмите какую-нибудь кнопку под этим видео. Там есть специальная для тех кто лайк, отдельная для тех кто дизлайк, есть даже кнопка для спонсоров и для тех кто забыл подписаться на канал. Но чтобы вы не прожали в этот раз спасибо, что были здесь и сейчас. Берегите себя в наше непростое время. В Италии, например, дела идут на лат уже.